МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что ж, уважаемые друзья, здравствуйте. Разумеется, это передача Олимпийский Токио. Мы подводим итоги, разбираем выступления наших атлетов. И теперь речь пойдет, разумеется, о легкой атлетике и выступлении только что упомянутой Ольги Ирпаковой, а также Марины Овчинниковой, Марии Овчинниковой и Ирины Эктовой. Ну, а об этом мы побеседуем вместе с Асхатом Рашидулой Сисимбеком, генеральным секретарем Федерации легкой атлетики Республика Стан. Здравствуйте. Здравствуйте, Зидар. Асхат Рашидул. Ну, давайте перед разбором, скажем так, напомним о результатах. Во-первых, ни одной из наших атлеток не удалось выйти в финал. Мы в квалификации показали следующие результаты Ольги Ирпаковой. Ну, в первую очередь мы рассчитывали, конечно же, на Ольгу, которая является, наверное, уже визитной карточкой. Ну, только человеком, который представляет всю страну. 13,69 метров ее результат. Мария Овчинникова, разумеется, Ирина Эктова, возможно, не выглядели фаворитами, но вот на Ольгу Ирпакова мы всерьез рассчитывали. Давайте разберем причины выступления такого и вашу оценку. Ну, наверное, не будет преувеличением сказать, что Ольга Ирпакова является флагманом, в принципе, всего казахстанского спорта. И то, что она принимает участие, приняла участие в четвертой для себя Олимпиаде, в дисциплине легкой атлетики, в такой дисциплине, как тройной прыжок. Я хотел бы заострить ваше внимание, что тройной прыжок наиболее травмоопасный, тяжелая дисциплина в легкой атлетике, пройти 4 Олимпиады, 3 Олимпиады, быть призером, одну из них выиграть, ну, это, ну, мягко скажем, стоит дорогого. И то, что она выступила сегодня в Токио, да, мы ожидали, конечно, чуть другой результат, но, тем не менее, мы просто должны, ну, лично я вот как от федерации хочу сказать, мы просто должны быть благодарны Ольге за ее вклад не только в казахстанскую легкую атлетику, но и в целом в казахстанский спорт. Мы ей только говорим спасибо. Ольга, еще до начала соревнований не говорила ли о том, что вот вместе с тренерским штабом цель наша, там, условно, это медаль, по крайней мере, учитывая, что это знаменосец нашей сборной, учитывая, что Ольга Рыбакова, ведь правда, это не просто флагман, это лицо казахстанского спорта, и у многих именно легкая атлетика с сырой, казахстанской и даже иногда мировая с нашей Усть-Каменогорской спортсменкой. Ну, это Ольга Рыбакова, и, безусловно, когда она квалифицировалась на Олимпийские игры, мы рассчитывали быть на подиуме, и такую задачу ставили, всю соответствующую работу проводили, был приглашен специально специалист под эту работу, планомерно, там, почти что два года работали вместе с Ольгой, ну, результат, я не считаю, что он, конечно, мы хотели быть, мы ехали туда за медалью, но получилось так, как получилось, многое сказалось, в том числе то, что последние два года из-за определенных, ну, объективных причин с пандемией, многие старты мы пропускали в прошлых, например, прошлый 20-й год, многие европейские страны проводили национальные чемпионаты, нам этого, к сожалению, из-за причины с ковидом не удалось. То есть, конечно, все это, как вот, накопительный эффект сложился, тем более для такого атлета, как Ольга Рыбакова, за плечами которой, там, всевозможные старты, и там, поэтому, жаль, конечно, ну, жизнь не останавливается, и мы только, как еще раз говорю, благодарны Ольге. Асхат Рашидов, успели ли вы связаться уже с Ольгой? Мы, в принципе, слышали ее интервью, в принципе, сама спортсменка в хорошем достаточно расположении духа, и вот мне интересно, после этого выступления все же она сама, наверняка, нужную планку установленную покорить не смогла. И как себя чувствует Ольга? Ну, сейчас, я думаю, что вы успеете связаться. С ней не связался, но переговорил с ее тренером, ну, в принципе, скажем так, аварии не произошло, все нормально, но хотелось, как говорится, лучшего, но ей доказывать нечего. То, что она приехала и выступила на четвертой для себя Олимпиаде в дисциплине тройной прыжок, это, ну, вызывает просто восхищение. Ну, с точки зрения, вот мы говорили о накопительном эффекте, с точки зрения физической формы, но мы говорим и о достижениях, и здесь есть уже золото, есть, безусловно, те, наверное, результаты, которые могут покориться, там, считанным спортсменам, и Ольга Рыбакова к таким точно относится. Ну, вот помимо, как бы, Олимпиады в Токио, у нас уже были успехи и в Рио, и в Лондоне. И в Пекине еще. Да, 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 да. О Марине, о Марии Овчинниковой давайте упомянем, потому что крайне интересно. Это спортсменки, которые, ну, здесь, я думаю, не будут преувеличением, а оказываются в тени. То есть Ирина Эктова, Мария Овчинникова, если подробнее рассказать о их выступлении и вообще о текущей форме спортсменок. Это подрастающее поколение, которое может, там, прийти на смену Рыбакова? Мария Овчинникова, да, это подрастающее поколение. Она определенные у нас надежды, мы с ней связываем и в будущем. Ну, Ирина Эктова достаточно опытный спортсмен, это уже для нее третья Олимпиада, поэтому есть определенные надежды с Марией. Конечно, опять же, планировали один результат, немножко получился другой, но, тем не менее, тренерский штаб, личные тренера подводили данных спортсменов в наиболее максимальной форме к нынешним играм. Надеемся на Марию Овчинникову, в будущем она будет продолжать традиции, славные традиции казахстанского тройного прыжка, и очень будем над этим работать. Вы рассказывали о том, что, с чем столкнулась, точнее, у Ольга Рыбакова в последние два года ковид и пауза, которая возникла в спортивном мире в связи с этим, серьезно повлияли на общую подготовку. Вот можете рассказать о легкой атлетике и, в частности, на подготовку Овчинниковой, Эктовой, Рыбаковой, как это повлияло? Ну, безусловно, это влияет. Я не хочу здесь оправдываться, искать какие-то, возвращаться в прошлое и говорить то, что, как сейчас модно все, так скажем, сваливать на пандемию, но, тем не менее, были моменты, когда в 2020 году нам не удавалось проводить соревнования, но, так или иначе, старались искать выходы, проводили учебно-тренировочные сборы, организовывали какие-то старты, но с этого года больше уже было. И зимний сезон полноценно провели, и уже сам летний сезон, аутдор в легкой атлетике, так как сейчас на Олимпийских играх, достаточно провели все полноценно. В принципе, я должен сказать, что отобраться на Олимпийские игры при нынешних стандартах, которые задал Международный Олимпийский компетент, уже достаточный подвиг. Если говорить о легкой атлетике и остальных лицензиях, то есть у нас 11, здесь, если не боюсь, рекорд вообще среди казахстанских делегаций. Не, ну рекордом назвать, конечно, это преувеличение будет, но из всех федераций мы, 11 лицензий, наиболее высокое количество лицензий от Казахстанской федерации легкой атлетики, совместно, конечно, с Олимпийским комитетом национальным. Спасибо, Дидар, спасибо за предложение. Субтитры создавал DimaTorzok